Меня зовут Дарья Лосик и я жена политзаключенного Игоря Лосика. Игорь Лосик – блогер, медиаконсультант Белорусской службы радио «Свобода», автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Задержан 25 июня 2020 года. Приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды или розни. Дарья Лосик – супруга Игоря. Все это время добивается его освобождения. Гражданин Лукашенко сейчас видит, что все отвернулись от темы Беларуси. Скажем, почти все. Сейчас в Украине происходит война, там страшно гибнут люди, безусловно. И поэтому, скажем так, Беларусин может делать все, что ему захочется. То есть у него развязаны руки, наверное, более, чем это было в 1921-м или 1920-м году. Беларуси – это не Лукашенко. И даже Лукашенко, он уже не сам по себе, он тоже вместе с Путиным. То есть он не руководит всем. То есть он подчиняется, так скажем, своему старшему брату, как он его называет. Беларусы в большинстве своем – это адекватные люди, которые против войны. Они выходили на антивоенные митинги и за один день задержали более 800 человек по всей Беларуси. Они стараются показывать это какими-то, так скажем, партизанскими акциями. Это там какой-то стикер, какой-то граффити. Некоторые люди даже умудряются ходить на одиночные пикеты. Хотя это очень опасно, ты один, и вероятность того, что тебя заберут на Крестина, очень велика. Поэтому, скажу так, не нужно беларусов приравнивать к Лукашенко. Это его ответственность, его действия. Репрессии в Беларуси, они не прекратились. Можно даже сказать, с некоторой стороны посмотришь, они ужесточились. То есть, людей забирают, им уже там не то, что раньше была 342-я статья, достаточно, я сейчас такую страшную вещь скажу, достаточно не страшная. Статья, по которой максимум до 4 лет, это может быть химия, либо колония общего режима. Людей забирают, сейчас им сразу вменяют статью «Акт терроризма». Это страшно. Игорь узнал про войну, про детали войны от меня на свидании. До этого они только, так скажем, узнали тот факт в камере, что война началась, потому что тоже какой-то человек пришел со свидания, и он сказал, ребята, началась война. Минутки политинформации у них нет, у них есть газеты белорусские, в которых в цветах и красках расписано, как полезно, так скажем, спецоперация, какую пользу она принесет. То есть, ну, пропаганда, просто пропаганда, такая наглая, противная, которую даже читать и эту газету в руки брать, противно, не то, что думать о том, что там написано. И как раз на следующий день приехала я, и я уже рассказала детально, что происходит в Украине, откуда стреляют, о жертвах и так далее. Пока Игорь Лосик находится за решеткой, уезжать на постоянной основе я не собираюсь. Я могу здесь быть в безопасности, но несчастлива, потому что мой муж там, и, наверное, как он всегда мне говорит, Даш, если ты уедешь, я тогда не знаю, что я буду делать здесь, потому что никто не сможет за меня постоять. Он мне не раз говорил, из Беларуси твой голос звучит громче, чем за границей, потому что из-за границей ты можешь сказать все, что ты хочешь, тебе за это ничего не будет. Он говорит, а когда ты находишься здесь, то есть все замечают больше, все как-то более бурно реагируют на твои речи. Поэтому он говорил, ты продолжаешь делать то, что ты продолжала. Потому что, говорит, если ты остановишься, все, все забудут, таких людей нет, и все в Беларуси хорошо, и останется у нас, к сожалению, только одна повестка, повестка войны. Я ни в коем случае не говорю, что нужно не обращать внимания на те действия, которые происходят в Украине, но я сейчас призываю и говорить о том, что происходит в Беларуси, потому что это не прекращалось никакого ни улучшения, ни потепления здесь нет. Люди напуганы, он говорит, они не смогут сейчас что-то поменять, потому что безумно страшно, это нечеловеческие сроки, нечеловеческие статьи, и даже если людей садят на сутки, то их помещают в такие условия, в которые ты потом ни при каких условиях не хочешь попадать повторно. Если говорить о длительной голодовке мужа, которая была 42 дня, начиная после 5 дней голодовки, ты засыпаешь и просыпаешься с мыслью, жив он и здоров, что там с ним происходит, потому что это жодина, никакой медицинской помощи там нет, и всем, в принципе, плевать, что с тобой происходит. Игорю мы говорили точно так же, Игорь, если что-то с тобой случится, они скажут, что это несчастный случай, как бы мы здесь не виноваты, им все равно. И вот эти все 42 дня, уже под конец это стало невыносимо, когда ты понимаешь, что наступает критический момент, когда могут отказать почки, когда откажут желудок, и как оказывать медицинскую помощь, если там ее в жодина просто нет. И ты просыпаешься, засыпаешь, если спишь, конечно, с этой мыслью, как там твой муж, он жив, здоров, вообще дышит ли он, что с ним там происходит. Когда он порезал вены, ну, наверное, я была готова сделать просто что-то страшное, потому что знать, что твой человек, который ты любишь, готов умереть, это тяжело. Я готова была просто разобрать это жодина по кускам, то есть, ну, просто что-то сделать такое, чтобы выместить свою злость. Вот, и, наверное, в тот раз и получилось так, что я первый раз обратилась к гражданину Лукашенко. Я хочу обратиться ко всем причастным к сегодняшнему беспределу, а именно к судьям, прокурорам, представителям правоохранительных органов, работникам СИЗО и, конечно же, гражданину Лукашенко. Каково вам жить дальше, обнимать своих детей, близких и любимых людей, зная, что вы натворили сегодня? Надеюсь, что плохо. Каково это осознавать, что сломали судьбы и жизни невиновным людям? Надеюсь, что больно. Вы растоптали все законы и нормы права, хотя ваша работа, их соблюдать. Я скажу так, я никому никогда не пожелаю проходить через вот эти голодовки и эти суициды и вообще через вот этот весь срок заключения. Когда, например, твой любимый человек смотрит на тебя, и он прямо ждет, что вот ты его возьмешь и достанешь оттуда. Но ты же не можешь снять решетки, разбить стекла и вывести его. Это безумно тяжело. Я думаю, что если бы я сказала об этом гражданину Лукашенко, вряд ли бы он меня понял. Потому что такое чувство, как эмпатия, либо такое слово, как любовь, они ему просто незнакомы. И мне кажется, на самом деле, что он в первую очередь беспокоится только за себя. После, наверное, 20 дней я ему начала писать о том, что все-все-все прекращает. И видишь, что реакции нет никакой от них. От них ее бы и не было. Им плевать. Он говорит, нет, я сейчас хорошо себя чувствую. Чувствовал себя хорошо только по одной простой причине. Это адреналин. Адреналин и плюс препарат нормогидрон, который помогал ему быть, так скажем, более-менее в норме. Он говорит, я пойду дальше, дальше, дальше. Я буду смотреть, я за собой слежу, я за собой смотрю. Но, как мне объясняли медики, когда ты долго голодаешь, ты потом на самом деле не чувствуешь, что с тобой происходит. И это может потом произойти в один момент резко. И тогда уже может быть поздно. И просто все люди тогда, помню, что он мне рассказывал, мне приносят стопки по 100 писем в день, по 70 писем в день. И на него очень сильно повлияло, когда люди начали голодать вместе с ним. Он сказал, так, стоп, по-моему, как бы это делаю я. Зачем? Не нужно голодать. И вот эти все просьбы людей. Плюс ко всему он понял, что 42 дня и ничего не происходит. Проблемы с почками, проблемы с давлением. И вот это все в совокупности повлияло на него, и он остановился. Писала просто просьбы, мольбы о том, что прекращай голодать, потому что это не работает сейчас. Ты видишь, что им плевать. Апелляция и вступление приговора в силу не означают о том, что я прекращаю говорить об Игоре Лосике. Я со всей ответственностью могу заявить, если что-то в отношении Игоря Лосика в колонии будет не так. Я очень вам сильно сочувствую. Будет какой-то прессинг, будет тот же ПКТ или ШИЗО без причины. Об этом, наверное, будет знать каждый человек. В Беларуси не только. Потому что за мной не заржавеет, скажем так. Так, можете меня угрожать, пугать, делать то, что вы сейчас делаете в отношении меня, скажем так. Не страшно, я привыкла. Это прослушка в машине, в квартире. Это слежка. То есть со мной могут ходить в магазин, со мной. Я иногда шучу, говорю, ну хоть бы пакеты там помогли поднести, потому что все равно ходят. В плане автомобиля тоже я не буду сейчас говорить подробностей, но, скажем так, неполадки с автомобилем случались. Не по моей вине. Почему? Потому что мой автомобиль каждые три месяца проходит техобслуживание. И я всегда знаю, что с моим автомобилем все в порядке. Там нет никаких там поломок, которые там на протяжении долгих лет могут возникать. Нет. Каждые три месяца у нас ТО. Потому что я много езжу. Баранович, Гомель, Гомель, Баранович 900 километров. Поэтому нужно смотреть за автомобилем, чтобы он был всегда на ходу. И когда он резко становится не на ходу, возникают, так скажем, небольшие сомнения, почему так получилось. Вот. Для дочки я подготовила все, чтобы у меня ее не забрали. Безусловно, свои планы я раскрывать не буду сейчас. Но, пожалуйста, могут заводить на меня любую уголовную статью. Но скажу я так, что я и из СИЗО смогу их достать. Смогу сделать так, что им будет нехорошо. И в любом случае, находясь в СИЗО, я буду заявлять и о себе, и об Игоре. Добро иногда должно быть с кулаками. Но я, наверное, не тот человек, который готов пойти на какие-то радикальные действия. Ну, для меня это не свойственно, как для такого человека. Я могу высказывать свое мнение громко и открыто, но просто там взять какую-то дубину и пойти крушить там КГБ, либо ГУБОПИК, увы, я так сделать не могу. Поэтому я, так скажем, поддерживаю эту тему теми методами, которыми я могу. И если меня в этом упрекать, тогда я скажу так, приедьте в Беларуси, попробуйте сделать точно так же. Я много раз должна стучать. Паулинка, привет! Привет! Привет, а что мама тебе привезла? Дождь идет. Дождь идет, иди сюда. Смотри, что мама тебе привезла. Ты же хотела волшебную палочку? Да. Было написано, что это волшебная палочка. Я не знаю, а крылышки надо тебе. Смотри, какие крылышки. Смотри, смотри, на, Китя, палочка интереснее, конечно. На, крылышки. На. Мой пакетик. А зачем тебе пакетик? Мама будет раздеваться, можно? У меня есть выходные, тогда включается режим мамы. По самом деле, тогда я мама, которая балует свою дочку, которая катает ее на машине, водит в магазин, в какую-то кофейню, чтобы съесть вкусное пирожное. Дочка приходит в магазин, и я, наверное, позволяю ей все. Мы, на самом деле, редко видимся, это очень грустно и больно. Но, увы, так сейчас приходится жить. Поэтому у меня есть выходные, когда я завожу в магазин, говорю, ну вот выбирай то, что ты хочешь. Она очень, на самом деле, скромный ребенок, она не хватает все с полок, она так точечно выбирает, очень глубоко осмысливая, что ей нужно. Поэтому, да, у меня есть режим мамы, и тогда я прям такая мама, мама. Иди пожалей его. Убежал. Аулинка, ему не нравится. Убежал. 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 Папа – это папа. Она знает, что плохие дяди посадили в тюрьму папу. Она смотрит фотографии папы, она знает, где на вешалке висят его вещи, и она знает, из какой кружки он пил чай всегда. Поэтому папа для нее всегда остается папой. Он не пропал. Мы не вычеркнули ее. Я постоянно говорю, вот я еду в Гомель, отвезу папе продукты. Она об этом прекрасно знает. В ответ мне задает вопрос, наверное, который, так скажем, разрывает меня на части. А ты, говорит, когда поедешь в Гомель, ты заберешь папу? То есть это такой вопрос, наверное, который даже сейчас заставляет меня так загрустить. Я говорю, что дочь, когда-нибудь мама поедет в Гомель, либо в какое-нибудь другое место и вернется назад уже только с папой. Но пока я только отвезу продукты, чтобы папу покушал. Долгосрочное свидание, оно под вопросом, потому что они всем его разрешают. Также в колониях оказывается прессинг на политзаключенных. Их сажают в ПКТ, их сажают в ШИЗО. Но я надеюсь, что оно будет. И да, я тогда возьму дочь в любом случае. Потому что сейчас я не могу брать дочь еще и по той причине, что в СИЗО 3 города Гомеля нельзя идти на свидание с детьми, которые не достигли возраста 18 лет. Поэтому тогда, да, я постараюсь привезти дочь, чтобы он просто уже смог посмотреть на нее, поговорить. Он расстраивается, что столько времени потеряно. Он мог бы провести его с ней, посмотреть, как она развивается. Потому что вот этот период с двух до трех лет, он очень интересный. Там ребенок просто развивается такими скачками бешеными. То есть тут она не говорила, но через два дня она начинает говорить с предложениями. Это очень интересно. Мой первый вопрос. Все ли у тебя хорошо? Никто ли на тебя не давит? Как у тебя дела в камере и здоровье? Ну, это первый вопрос, который я задаю ему в лоб, когда приезжаю. Я говорю, ты сейчас... Он обычно злится, говорит, давай что-нибудь с тобой обсуждать. И говорит, так, так, так. Говорит, ты сначала мне рассказываешь о том, как ты там. А потом мы только начинаем говорить. Можно спросить. И, в принципе, Игорь никогда не скрывал, если что-то было не так. То есть он и в Жодино рассказывал, как он сидел с вот этим человеком с педикулезом в камере карцерного типа. И в СИЗО-3, когда психолог ему посоветовал, как правильно резать вены. То есть он никогда это ничего не скрывает. Поэтому можно, в принципе, задавать любые вопросы. Они не запрещены. Только нельзя задавать вопросы, касающиеся материалов дела. Тут сразу предупреждают на входе на свидание, что за эти вопросы могут, ну, просто удалить свидание. Я знаю только те факты, которые выкрикнул мне муж на приговоре из клетки. Он мне просто выкрикнул, когда нас уже выводили из зала суда. Эти факты, на самом деле, безумно дикие такие к восприятию. Потому что, когда мне мой муж кричит из клетки, что Даша, в материалах дела написано, что я управлял протестами, находясь в СИЗО-1 на Володарского. То есть, как он посылал протестные флюиды, там, либо администрация Володарского, какие-то заслонные казачки и работали на протестующих. Ну, это невозможно понять нормальному человеку. То, что ни одной экспертизы по, скажем так, ну, у него же был блог, там есть посты. А статья 130 УК РБ, это разжигание вражды по национальному, религиозному, либо иному признаку, предполагает собой проведение экспертиз. Если ее вменяют. Но ни одной экспертизы не было в материалах дела. Это тоже он мне сказал на приговоре. Также 180 томов дела уголовного. Мы представим себе какой-то объем. Во всех этих 180 томах, если их прочитать, ну, Игорь их прочитал, он мне сказал, его фамилия встретилась один или два раза. И 15 лет. У меня тогда не остается никаких сомнений, почему же суд сделан закрытым был. Потому что если, наверное, просто реально показать то, что там написано, ну, это будет там программа, аншлаг, комедий, клаб, все что угодно, но не суд. То есть это будет дико смешно. И всем сразу станет понятно, что Центральный аппарат Следственного комитета, наверное, просто вот этот год, он просто, наверное, фантазировал и придумал сказки Венского леса. Сейчас по политическим делам, увы, сколько скажут, столько судья и нарисуют. Тут нет справедливости, здесь нет законов, это все где-то растоптано, выброшено и разорвано. У блога, который он вел, была большая аудитория, хоть на момент задержания Игоря, да был просто информационный блог, который писал какую-либо информацию о том, что сейчас происходит в Беларуси. Ни призывов, ни каких-то там радикальных действий, я сама его читала, там не было. И просто большая аудитория, наверное, побоялись, что если потом что-то произойдет, это все будет выливаться на эту аудиторию, плюс подключится новая аудитория, и так обо всем беспределе узнает больше людей. Поэтому по всем блогерам, так скажем, белорусским, крупным прошлись, просто кто-то успел уехать, и это хорошо, а кто-то, к сожалению, не успел. Я никогда не была согласна с тем, что происходило в Беларуси, никогда не была согласна с режимом Лукашенко, но я не говорила об этом открыто. Забрав мужа, они вынудили меня говорить об этом открыто, они вынудили меня, так скажем, радикализироваться и говорить напрямую в лоб то, как оно есть. Да, я не буду оскорблять и сыпать какими-то там непристойными фразами, но я скажу так, как оно есть на самом деле. Я работала в бюджетной организации, скажу так, с коллегами некоторыми, у меня очень часто возникали споры на рабочем месте о ситуации в Беларуси. Очень часто. То есть я всегда говорила, что то, что делает Лукашенко, это ненормально. А мне говорили, да все же хорошо, посмотри, у нас там спокойно, чисто, мы работаем. Но никто не говорит изнанку этой работы бюджетника на самом деле. И, наверное, я ее сейчас скажу. Работать бюджетником – это безумно опасно на самом деле. Это государственные деньги. Что-то не так, тебе выпишут либо огромный штраф, гигантский, просто, неподъемный. Либо ты пойдешь по статье. Потому что работа с деньгами города – это страшно. Буквально какое-то расхождение. Оно может быть. Но за него накажут так жестко, что очень страшно. Плюс ко всему, это частые проверки. Фактически каждый год себя проверяют. Начиная от налоговой, заканчивая АБЭПом и госконтролем. То есть ты в постоянном таком стрессе. То есть тут вроде выдохнули, проверка прошла через полгода, опять снова. И так постоянно. И поэтому, когда все говорят, ну вот вы в бюджете работаете, там все тихо, хорошо. Нет, нет, нет. Просто никто об этом не рассказывает. Скажем, я была таким оппозиционным бюджетником, если можно так выразиться. И споры по поводу политики и действующей власти проходили постоянно. Когда я пришла увольняться, это, наверное, был еще январь месяц. Тогда еще не было войны в Украине. То есть только в Беларуси была белорусская повестка. Мне очень не понравилась фраза. Даша, мы же пешки, что мы можем сделать? Это такая фраза, называется «Моя хата с краю». То есть, ну, как бы что-то происходит, но я вроде бы не могу повлиять, поэтому я не буду ничего делать, чтобы как-то это изменить. Это такое, скажем, лицемерие, это безразличие. Поэтому, скажу так, если говорить о тех, с кем я работала, наверное, на связи я осталась с двумя людьми. На все остальные просто вычеркнуты, потому что я не смогу, как человек, который попал в эту ситуацию, общаться с теми, кому безразлично. То есть я не говорю, там, выходить за Игоря Лосика на протесты, ни в коем случае. Но, скажу так, те люди, которые хотят помогать, они делают это скрытно, но они всегда рядом, и они всегда есть. И это можно делать. Если ты не хочешь, то, ну, не нужно искать причины, почему у тебя это не получается. Это опасность, когда мы видим все происходящее, говорим, ну, как бы так сейчас бывает. Нет, мы должны, так скажем, сохранять спокойствие, потому что какие-то там лишние эмоции, они никогда не несут ничего хорошего. Мы должны все это вывозить, скажу таким современным языком, на здоровой злости. Здоровая злость, то есть которая подстегивает нас что-то делать, подстегивает нас делиться какой-то информацией, подстегивает нас там писать политзаключенным и распространять эту информацию о них. Мириться с этим ни в коем случае нельзя. Наверное, я стала смелее, намного смелее. Я не говорю, что в этой ситуации есть какие-то плюсы. Это ужасная ситуация, которую я никому не желаю пережить. Но все-таки она как-то может влиять на меня и положительно. Женщины, они на вид хрупкие, но на самом деле они могут сделать зачастую намного больше, чем мужчины. Наверное, у них такой более пробивной характер, и они доводят дела до конца. То есть пока оно не будет завершено, там, женщина не успокоится. Я сужу сейчас по себе, и, ну, не знаю, например, наверное, у меня просто уже отсутствует какой-либо страх. То есть вот не страшно, я делаю то, что я должна делать. А вы как бы, ну, хотите, садите, хотите, ходите за мной, хотите, стойте. Это ваши проблемы, не мои. Я делаю то, что я должна делать. Одна передача варьируется где-то, я же говорю, от 50 было максимум 80 рублей. Это без медикаментов, ну, давай возьмем среднее 60. 60 рублей умножаем на 8. 6 на 8 – это 480 только передачи. Бензин на один раз, получается, Баранович и Жодина, Жодина Баранович, это где-то рублей 70. 70. 70 на 8 – это получается 560. 560 и сколько? 480, я сказала. Ну, как бы да. Мне помогают. Я не трачу, там, скажем так, деньги на то, что не нужна. Передачи, поездки к Игорю и оплата адвоката – это то, что необходимо ему сейчас. И говорить то, что я проплачена Западом, проплачена в сторону чего? В сторону того, что я собираю передачи мужа и оплачиваю адвоката. Это глупо. То есть, я понимаю, если бы, там, не знаю, я купила себе автомобиль, сумку Баленсияго, там, или еще что-нибудь, тогда, да, можно было бы об этом говорить. Но эти деньги идут туда, куда они, в принципе, должны идти в этой ситуации. Тогда в чем ко мне вопрос? Если бы, не знаю, может быть, я была проплачена Западом, я уехала бы куда-нибудь в теплые края, красиво себе жила и периодически говорила про Игоря, но я нахожусь в Белоруссии. И упрекать в том, что я проплачена Западом, очень глупо. Я все говорю, ну, тогда попробуйте сами, встаньте на мое место, посмотрим, как будет вам. Ну, это в адрес тех, кто упрекает, потому что в большинстве люди адекватные, они поддерживают и всегда на одной стороне со мной. Я у Игоря спрашивала, как вообще, в принципе, у тебя отношения с администрацией, там, конвоиры продольные, вот эти все. Вот, говорит, есть нормальные люди, ну, которые просто без придирок делают то, что они должны, там, привели, отвели, не придираясь. Ну, есть кто-то похуже, то есть, ну, скажем так, Гомель, это не Жодино. Вот в Жодино там было все настолько плохо, что там фактически каждый из них старался его как-то задеть и как-то спровоцировать. Он сказал, я верю в тебя, что ты какими-то своими вот этими действиями и оглаской можешь чего-то добиться. Он верит, что кто-то извне может повлиять на действующий режим Лукашенко, тем более в связи с ситуацией с войной. Гражданину Лукашенко все будет прилетать практически точно так же, как и Путину. И, возможно, какие-то перемены будут. Если все-таки 15 лет, тогда я всегда задаю ответный такой же вопрос в ответ. А Лукашенко уверен, что он продержится 15 лет. 15 лет это достаточно долго. И, скажем так, мы не молодеем со временем, даже, как бы, если судить о том, что вдруг он решит пойти еще на один президентский срок. Во-первых, получится ли это у него второй раз подавить вот здесь все и всех обмануть нагло, глядя в глаза. Поэтому я всегда задаю такой вопрос. А гражданин Лукашенко готов продержаться еще 15 лет? Сколько готов продержаться гражданка Лосик? Гражданка Лосик продержится, пока Игорь Лосик не будет рядом с ней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...